Следующего свидетеля. Прошу, Борис Комянов. Дай вам отвод. Дай вам отвод. Где вы? Да хуй с ним, пусть говорит. Борька был другом, ёпта. Поклянитесь, свидетель говорит правду, правду и только правду. Буду говорить правду, правду и только правду. Владимир Ильич Ленин говорил не по бумажке. Леонид Ильич Брежнев говорил по бумажке. Никто из вас, надеюсь, не будет оспаривать тот факт, что сказанное Леонидом Брежневым интереснее, чем сказанное Владимиром Лениным. Поэтому я вынимаю бумажку и читаю по ней. Уважаемый суд и уважаемая публика, дамы и господа. Да, гарики подсудимого действительно пестрят словечками из ненормативной лексики и извительными выпадами в адрес Всевышнего. Да, подсудимый действительно злостный материнчик, как выразил у Садна Хабадницы. И я не намерен оспаривать этот факт. Но ничего страшного в этом я не вижу. Вспомните любую программу российского телевидения, и вы увидите, как просто решается эта проблема. За выступающими в прямом эфире бдительно следит за кадром редактор, держа палец на кнопке. И вместо очередного грубого словечка телезритель слышит звук «пик». Появился даже неологизм «запикать». Давайте попробуем прочитать с запикиванием гарики подсудимого. Милый спать со мной не хочет, а в тетрадку день и ночь самодеятельно строчек «пик-пик-пик» и «пик-пик-пик». А совсем недавно, подойдя к подсудимому со спины, я взглянул через его плечо и прочел в лежавшем перед ним блокноте новые сочиненные им строчки. «Пик-пик-пик, пик-пик-пик, пик-пик-пик, пик-пик, 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 пик-пик говно». Говно, естественно, как это принято у подсудимого чреза. Что же касается богохульства, то есть, простите, богопикства, то приближаются дни трепета, и всем нам, включая юбиляра, будет дана возможность вернуться на праведный путь. Скажу напоследок, что я лично признателен ему за его участие в подготовке моего сына к реальной жизни. Дело в том, что я при мальчике часто цитировал слух свои любимые Гарики, и переимчивый ребенок внимательно их слушал. Однажды подсудимый зашел к нам домой, и тут из глубины квартиры выскочил мой сынок, которому было тогда лет пять, с непокрытой головой. «Ашер, где твоя кипа?» – строго спросил я. Ребенок схватился за голову, воскликнул, «Ой, пик, твою мать!» и убежал в спальню. Так что мне остается только поблагодарить Игоря и поздравить его с замечательным юбилеем до 120. А суду, я говорю, свободу Игорю Губерману. Суд постановляет признать Бориса Авни Камянова враждебным свидетелем. Совершенно точно, Ваша честь.